Здравствуйте, в эфире программа Диалог. Текущий год для Североказахстанской области юбилейный, ей исполняется в 80 лет. Этот праздник важен не только для любого человека, но и тем более для региона. За это время в области произошло много важных и знаменательных событий. Сегодня она одна из наиболее динамично развивающихся регионов страны. А как все начиналось, об этом поговорим с отличником просвещения Республики Казахстан, краеведом Верой Никитичной Еворской. Здравствуйте, Вера Никитична. Здравствуйте. Расскажите, а когда была образована Североказахстанская область и какие территории вошли в ее состав? Территория, где расположен Петропавловск и наша нынешняя область, несколько раз меняли свое административное название. Первой губернией была Сибирская губерния, потом была Тобольская губерния, потом была Омская губерния с центром в Омске. В годы советской власти была Акмолинская губерния, Карагандинская область и, наконец, в 1936 году была образована Североказахстанская область. В состав Североказахстанской области входила наша Кокчетавская область, часть Акмолинской области, ну и то современная территория. И потом, вы знаете, вот она постоянно менялась. Значит, в 1944 году из состава нашей области вышла Кокчетавская область. И область осталась в границах всего 40 тысяч квадратных километров. Ну, это маленькая территория, но она больше территории Бельгии, у которой всего 30 тысяч квадратных километров. Потом опять вот в 90-е годы опять расформирована была Кокчетавская область. Нам ее районы присоединили. И теперь площадь нашей области составляет 98 тысяч квадратных километров. Это уже вполне солидные. Но даже при этом она самая маленькая в пределах Казахстана. Занимая два с половиной процента территории Казахстана область дает одну треть хлеба. Первая по молоку, вторая по производству масла, лучшие сыры. У нас очень много различных полезных ископаемых и красивая природа. Поэтому нам есть чем гордиться и есть чем отметить 80-летие области, потому что сделано за это время очень много. Интересно, а как же в нашей области проводилась борьба с неграмотностью? Вы знаете, мы сейчас уже забыли совсем. Вот сейчас трудно представить себе человека, который скажет, а я неграмотный. Правда? Ведь это же даже вообще сейчас такого нет. По переписи 1897 года в России было 72 процента неграмотных. Люди не умели расписываться и вместо росписи ставили крестик. Это было все силы брошены на борьбе с неграмотностью. Образовывались ликвезы, избы читальни, грамоти обучались на дому. В любом люди ехали, молодежь ехала в село. Ты грамотные висели плакаты, помоги неграмотному, чтобы он стал тоже грамотным. И вот вы знаете, раньше школы были только в волосных селах, там, где волос была, в Красноярке, в той же, в Соколовке, на Лобинске, вот там в Явленке была школа. А в остальных не было. В городе Петропавловске там где-то было 4-5, но может 10 учебных заведений. Вот и все. Были, правда, и медресе, где учили арабскому языку, на арабском языке. И вот, значит, такая борьба усилилась тем, что люди, вот не жалея сил, создавались комитеты батраков, комитеты бедноты и везде. Ты должен быть грамотным. Но неграмотные были даже еще во время Великой Отечественной войны. В госпиталях лежали раненые, и там раненых не только лечили, но и учили. И спрашивали, кто неграмотный, поднимали руки, и людям давали какую-то, значит, специальность. Они могли быть бухгалтерами, экономистами. Теперь по всей стране, по всей стране стали образовываться рабфаки. Это ускоренные учебные заведения, где должны были готовить инженеров. И вот, знаете, сейчас, значит, многие уезжают за границу, уезжают в Соединенные Штаты Америки. А ведь в 30-е годы ехали к нам. 100 тысяч американцев приехало помогать нам строить заводы. Это сейчас трудно себе представить. У них был период Великой Депрессии. У них не было работы, а здесь была работа. Тут создавались такие гиганты, как Сталинградский тракторный, Челябинский тракторный, Уралмаш. И вот это, знаете, просто настолько поднимало людей. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Когда страна прикажет героям, у нас героем становится любой. Понимаете, вот такая была сила, такая тяга была к знаниям. Люди везде, где только можно, читали, писали. И в конце концов, вот мы добились того, что в настоящее время, по учету Организации Объединенных Наций, когда было опрошено 100 стран, Казахстан занял 14-е место по вопросам образования. Вы понимаете, вот за этот срок из неграмотной страны мы превратились в страну поголовной грамотности. В Североказахстанской области сейчас 570 школ, в городе Петропавловске 36 школ. Так что в этом отношении грамотные у нас все. Вот это большая заслуга советской власти, это большая победа, в которую вложили много сил и труда людей предыдущих поколений. 1936 год, это годы репрессии. Скажите, пожалуйста, а как шло переселение в Североказахстанскую область? Вот вы знаете, вообще вот сейчас со стороны рассматриваешь, и действительно очень интересным становится, почему была такая политика, что людей перегоняли с одного места на другое. По данным архива Североказахстанской области, в Североказахстанскую область было переселено чеченцев ингушей 20 789, корейцев 9350, немцев 76 тысяч, поляков 21 тысяча. Вот понимаете, как здесь получалось? Кавказ, Западная Украина, корейцы с Дальнего Востока сюда их переселили. В то же время шел процесс раскулачивания, и вот к раскулачиванию попали мои родственники, сестра бабушки, сестра бабушки, значит, вот попала под раскулачивание. Раньше, знаете, как было? Старались не делить землю, и пять сыновей жили под одной крышей, с женами, с детьми, у них было до 30 гектар земли, 15-10 коров, ну как, они, конечно, попали под раскулачивание. Так вот, их из нашей области выслали в Новосибирскую и Кемеровскую область. Моя соседка по квартире говорит, что ее родственники жили в Новосибирской области, их выселили на север Томской области, корейцев с Дальнего Востока. Вот среди переселенных, среди переселенных была семья моего мужа, Еворские, Антонина и Тимофея Еворские. Свекровка рассказывала, как происходило это переселение. Они были крестьяне, работали на полях, пришли вечером, держа в руках серб, грабли, у ворот уже стояла подвода, в дом не разрешали зайти, сказали, собирайтесь, ничего брать нельзя, собирайтесь и немедленно выезжайте. Ну вот она такая была, боевая у меня свекровка, она все-таки забежала в дом, и вот схватила несколько полотенец, вот это вот память об Украине, понимаете, вот память об Украине, зель добрый, вот такие полотенца делались руками, все это ткалось на станке, все это потом покрывались этим полотенцем иконы, дед Тимофей взял плотницкий инструмент, вот и все, что было у них, и так они приехали, их поселили в село Красноярку, а поселили их дома раскулаченных, которых выслали отсюда, дома были не приспособлены к жилью, уже они год стояли покрытые дерном, мой муж уже здесь родился, и вот мать рассказывала, что родился этот ребенок, и я не могла найти сухого места, все бежало, сырые дрова не топились, и вы знаете, вот что интересно, какое же было, какое было воспитание, особенно в годы войны, и глав семей забрали в трудармию, женщины остались одни, с тремя, четырьмя детьми, ни одна не сдала ребенка в детский дом, ни одна не сдала ребенка в детский дом, такое было, они собирали грибы, ягоды, мерзлую картошку, значит, ловили рыбу, но ни у кого даже в мыслях не было, в чем мы упустили, почему сейчас ухоженные, сытые наши молодые мамы бросают детей в помойные ямы, выбрасывают на снег, где мы упустили вот это воспитание, кроме украинцев, сюда переселили и немцев, и вот одна рассказывала такой жестокий случай, гильда францовна, что когда они ехали с Поволжья в поезде, у ней умер ребенок, поезд остановился на минуту, она с этим умершим ребенком выскочила, под березку его положила, и не могла закопать, потому что не было ни лопаты, она скребла ногтями землю, и всю жизнь она вспоминала, боль эта у нее была, что она вот не погребла его, так, как положено, вот как любили, вы понимаете, не было одежды, мой муж пошел только в 10 лет в школу, потому что не было ни одежды, вообще ничего не было, и все-таки люди трудились, работали, создавали колхозы, в Красноярке организовался колхоз «Заря коммунизма», видите, такие вот названия были, но все было, все было только на лошадях, на валах, дед, например, разбрасывал, у него на шее была ведерка с семенами, и он вот разбрасывал, вот так вот, вот такие вот были, но колхоз работал, чтобы иногда их разрешали, спецпереселенцев, была комендатура, они отмечались каждый день в комендатуре, но иногда разрешали раз в месяц в город, они запрягали валов рано утром, и к вечеру были в Петропавловске, вот 60 километров, значит, они ездили, вот вы представляете, какой путь прошла наша область, от верблюдов, от валов, до ракетных установок, вот даже эти 80 лет, они вместили все в себя, вот все эти различные такие моменты истории, которые не всегда мы помним. Скажите, а о каких этапах индустриализации в сельском хозяйстве и промышленности вы можете рассказать? Ну вот я уже сказала, что сельское хозяйство целиком было безмашинное, и вы знаете, вот какой путь прошла наша область, наша Россия, СССР, в 1894 году первый поезд пришел в Петропавловск, русские прозвали его самовар на колесах, казахи его назвали огненный верблюд, который несется по железным рельсам. Дальше, в 1906 году первая автомашина появилась на улицах Петропавловска, итальянец Баргизе совершал кругосветное путешествие, люди в ужасе были, а он посадил одного купца, а у купцов тогда бороды такие были, и он не успел одеть шапку, это было таким событием, говорили, купец-то такой, как варнак какой, без шапки, на каком-то чудище бензиновом проехал, даже, значит, вот эти вот, то, что оставались следы, думали, что это побежали змеи. В 1913 году появились первые трактора, трактора были американские, вся деревня сбегала смотреть, и вот вы знаете, тракторам были посвящены кинофильмы, песни, фильм трактористы, да, ну, кому теперь придет в голову вот спеть такую песню, по дороге широкой, по трактуле, все равно нам с тобой по пути, прокати нас, Петруша, на тракторе, да, колется нас прокати. Знаете, событием было появление первых автомашин, полуторки, они были с деревянным кузовом, это было событие, как вот космонавты, знаете, у меня два дяди были шоферами, шофера в то время, это были, они одевались особенно, у них были кожаные куртки, краги, очки такие, окуляры, мы жили на углу улицы Ульяновой и Горького, напротив дома Янгуразовых, и вот улица была такая, в сороковом году, тихая, курицы ходили, эти собаки лали, кошки сидели, и вдруг всю эту тишину нарушал шум и гром, это дядя Костя появлялся на своей полуторке, он разгонял кудахтающих кур, шипящих котов, и приезжал на обед, мы сразу залазили в эту полуторку, боже мой, грязный корпус, а мы бегали по ней от радости, мы вдыхали запах бензина, это было чудо, а иногда он выходил и говорил, ну что, милкота, прокатить вас, радости не было предела, вот это первые полуторки, первые автобусы, были тоже на полуторках, значит лесенка крепилась, и ставились скамейки, на этих скамейках сидели, ездили люди, первый автобус появился где-то, наверное, в сороковом году, и почему-то прозвали его крокодил, потому что вот фильм «Место встречи изменить нельзя», помните, там вот ездит, вот такой автобус, был первый наш автобус, и я помню тот первый автобус, что по улицам проходил, он дрожал, дребезжал и подпрыгивал, называли его крокодил, и вот бывало подойдут к Пушкиной, крокодил где? Да, ушел на вокзал, ну, значит, пешком надо идти от Пушкиной до вокзала, ну, что тут недалеко совсем, вот, так что постепенно шло, да что говорить про те годы, если мы учились в 55-м году, и пришли первые пазики автобусы, и мы после лекции за студентами говорили, девчонки, поехали кататься на пазиках, ну, уже не на тракторе, но на пазиках, это было событие, они такие красивые, казались, были, вот, поэтому, теперь дальше, смотрите, первые трактора, первые, значит, машины, но тут начинает вступать в действие уже и Челябинский тракторный, и Сталинградский тракторный, завод ОМО, Горковский завод, увеличивается количество, трактора здорово выручали, ведь они и косили, и пахали, и убирали, потом комбайны появились, потом МТС появились, уже это все постепенно было, постепенно проходило, вот, а вот когда начиналась вот эта вот такая грязь, ни одна машина не могла проехать, и выручали трактора, на маленьких тележках они перевозили все, что было необходимое. Теперь дальше, появились первые самолеты, в 35-м году у нас организуется аэропорт в районе рабочего поселка, вот сейчас там кладбище, вот там был первый наш аэропорт, и была у нас парашютная вышка, с которой прыгали с парашюта, в то время вся страна занималась, готовилась, занималась спортом, значит, везде, все время люди были заняты, с авиахием, везде. В то время, уже в 29-м году, был принят закон о пенсиях, уже здесь, значит, стало, где-то в 35-м году установили пенсионный возраст, 55-60 лет, люди стали получать пенсии, но пенсии стали получать только в городах. В селах не было паспортов у колхозников, что у спецпереселенцев, что у колхозников не было паспортов. И только вот мой муж, он служил в армии без паспорта, а когда приехал из армии, вот он только получил первый паспорт. Вот такая была политика интересная. Еще хотелось бы поговорить о культуре. Расскажите немножко об этом. Несмотря на такие репрессии, несмотря на большой трудовой накал, люди все равно отдыхали, правда, ведь хотелось отдохнуть. В городе в 1923 году создается музей. С 20-го года уже существует педучилище. Оно сначала было как училище красных командиров. В 1937 году создается учительский институт. Понимаете, это вот уже работают учебные заведения в нашей. Теперь работает кино. Первое кино появилось где-то у нас в 1914 году. Сначала оно было такое немое. Топир играл на пианино. А потом, где-то уже в 1920 году, в здании, которое было построено купцом Назаровым, организовался мир труда. И, знаете, вот это было таким счастьем попасть в кино. Вот очень хорошо сказал об этом Симонов. И в детстве можно все на свете. И за 2 гривен и в кино я мог, как могут только дети, из зала прыгнуть в полотно. Убить врага из пистолета, догнать, спасти, прижать к груди. И счастье было рядом где-то, там, за экраном впереди. Значит, вот настолько ходили в кино всей семьей. Это было так торжественно. Перед киносеансом читались лекции, выступали артисты, разложены были газеты в фе. За билетами надо было занимать очередь. Занимать очередь. Значит, вот в этом отношении издавалась газета «Мир труда». И, знаете, газета печатала о подвигах, о строительстве, стихи молодых поэтов. Вот, например, когда была построена дорога Петропавловска, читав, вот такие стихи были написаны в газете «Мир труда». По степи Акмолинской, унылой и дикой, где только ковылью покрыты поля, ты, ветка культуры, прорезалась пикой, пустив из металла коня. И вообще, во все годы Петропавловск и Североказахстанская область снабжали хлебом всю Россию. Всю Россию. Несмотря на раскулачивание. Потом поднялись колхозы. В 30-е годы создаются собхозы. И вот все это вместе взятое создает определенный накал, определенное развитие города и борьба с неграмотностью, и чтение первых газет, и посещение музеев, посещение театра у нас с 1886 года. И, конечно, как не сказать о городском парке. Боже мой, в городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В парке, кроме танцплощадки, был цирк. В цирк приезжали артисты. Было озеро, был кинотеатр летний. Входные билеты были. Вы понимаете? Вот такое вот было время. Мы очень много читали. У нас было... Спортом занимались. Сдавали значок ГТО. Первой, второй ступени. Вот это все накладывало свой отпечаток на развитие жизни. И как-то, знаете, прямо заразило нас. Я кончила Ленинскую школу, кончила Североказахстанский университет. Тогда он был пединститут. И вы знаете, вот действительно, я могу сказать, вся жизнь моя связана с городом. Город мой любимый, единственный. Жизнь моя с тобой прошла. Босоногое детство военное. И целинная юность моя. На земле играли мы в классики и ходили мы в первый класс. И дома твои двухэтажные небоскребами были для нас. Вот. И школа, которая давала нам познание, которая звала вперед, я могу тоже о ней сказать. Радость познания, что ты дала нам, я сохранила на века. И до сих пор, до сих пор у меня сохранилась тяга к знанию, так же, как и у моих. И вот такое было, значит, все, вот мой класс, все получили высшее образование. Все. В завершении программы, дорогая наша Вера Никитична, от всего коллектива МТРК, за то, что вы у нас такая красивая, такая умненькая, самая лучшая, которой у нас было очень много в гостях. Мы хотим вам вручить вот такое вот благодарственное письмо в преддверии вашего юбилея. Живите долго, здоровья вам. Спасибо. И приходите к нам еще. Спасибо. Всего доброго и до свидания. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас была отличник просвещения Республики Казахстан, краевед Вера Никитична-Еворская. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова